ВЫБОРЫ МЭРА СОЧИ Очень большие, будем говорить, неудобства, но он не сдался. И я думаю, что последующий срок, который он будет у руля нашего города, будет еще лучше. На торжественной церемонии вступления в дожность глава курорта поклялся работать также честно и ответственно. При этом по протоколу правую руку мэр должен держать на главном документе города, уставе. Клянусь при осуществлении полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской Федерации и устав города Сочи. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Служить процветанию города Сочи и благополучию его жителей. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев вручил Анатолию Пахомову нагрудный знак главы города Сочи. Он убежден, поддержку сочинцев мэр получил вторично, потому что выдержал олимпийский экзамен. И теперь единственный в России олимпийский мэр приступит к текущим делам градоначальника. Как всегда актуальные темы повышения уровня благоустройства, улучшения системы городского, общественного транспорта, строительства детских садов, забота об экологии, тротуары, дороги, санитарный порядок, экология, обустройство детских спортивных площадок. То есть та самая главная и важная проблема – это малые дела, программа малых дел. Губернатор Александр Ткачев, а также представитель Совета Федерации Краснодарского края Виталий Гнатенко и член общественной палаты Николай Дроздов пожелали успехов мэру, который избран сочинцами на пять лет. При избрании на второй срок, как отметил сам Анатолий Пахомов, шаг ответственный, а задачи серьезные. Например, сделать Сочи самым чистым приморским городом мира. И самое главное из экологических проектов Сочи – это, конечно, сделать этот город не просто чистым, каким он стал сейчас, значительно более чистым, чем он был до начала подготовки к Олимпиаде, а самым чистым городом Черноморского побережья. Это, я думаю, вполне достижимая такая задача. У Сочи теперь еще больше перспектив и возможностей, ведь город получил мировую известность, а значит впереди развитие и курс на социальную политику. Елена Всецнадимир Даниловский, телекомпания ФКТ.